Сегодня команда Кругосветки в Майнском районе. И хотя это направление обычно среди туристических у нас не значится, мы попробуем доказать, что лучшего места для дикого, то есть самодеятельного туризма просто не найти. Если вы увлекаетесь краевидением, вы найдете здесь немало увлекательных историй и свидетельств далекой старины. Именно здесь, за чертовым городком, прячутся останки Казанского ханства. Именно здесь когда-то брала свое начало Симбирско-Корсунская засечная черта. И именно здесь когда-то кипела жизнь многочисленных дворянских гнезд. А еще здесь богатые леса, которые особенно славятся у любителей тихой охоты. Огромное множество озер и прудов, как нигде больше в нашем регионе. И живительные родники здесь бьют, но разве что не из-под каждого камня. От одного из них мы и начали наше путешествие. Деревня Козловка давно мертвая деревня, но народная тропа сюда не зарастает. А все вот из-за этого родника. Вода в нем необыкновенно вкусная и очень чистая. В отличие от руин некогда большой деревни, территория родника очень ухоженная и аккуратная. Видно, что люди здесь бывают часто. Добротные купели мужская и женская, беседка для уставших путников, ну, разве что лестница к самому ключу немножко обветшала. Но это все от того, что ей часто пользуются. За водой сюда приезжает даже из Ульяновска. Все потому, что воду здесь можно брать бесстрашно и будучи уверенным в ее хорошем качестве. Для тех, кто усомнится, здесь установлен специальный отчет о ее чистоте и составе. Чуть поодаль от родника, если подняться на холм, посреди поля высятся развалины старинного храма. Церковь в честь Покрова Богородицы была построена чуть больше века назад и едва ли служила по прямому назначению дольше, чем зернохранилищем по печальной советской традиции. Вандалы даже разобрали часть украшенной кирпичной кладки под грузовые ворота. Сегодня храм в Козловке относится к объектам культурного наследия. Вот только с каждым годом от наследия этого остается все меньше и меньше. Здание разрушается на глазах, заходить внутрь не так безопасно. И все же оно того стоит. В разрушенной церкви в Козловке есть свое настоящее чудо. Церковь – это Покрова Богородицы. И единственная фреска на стенах, которая сохранилась со старых времен – это Лик Богородицы. Едва ли об этом знают люди верующие, иначе храм давно бы превратился в место паломничества. Пока же чудо из Козловки известно только редким любителям до путешествий по родному краю. Мы же двигаемся дальше, в сторону Майны, и не можем себе отказать в удовольствие заглянуть на пруды в деревне Абрамовка. Ведь сюда недавно дотянулось одно из самых модных туристических веней последних лет. Глэмпинг – это гламурный кемпинг. Палатка, в которой есть все удобства. Удобная мебель, есть электричество, и даже вай-фай сюда подведен. А еще здесь есть чудесная веранда, на которой так хорошо посидеть вечерком, полюбоваться на красивый пруд. Для Ульяновской области глэмпинги – явление относительно новое. Но по сути своей, это тот самый долгожданный и выстраданный многими семейными парами компромисс, когда мужу хочется палата, костра и рыбалки, а жене – удобных апартаментов, душа и цивилизации в глуши родной природы. Глэмпинг дает возможность каждому насладиться желаемым. Нравится спать на удобной кровати и сидеть в интернете под сенью дикого леса? Пожалуйста. Хочется просыпаться под открытым небом и готовить на костре? Легко. Не хочется? Вот тебе холодильник и привычная кухня. Санузел хоть и общий, но очень опрятный и аккуратный. Очередь заранее занимать не придется. В глэмпинге размещается не так много народу. Всего несколько семей. Из развлечений – рыбалка, сапы, прогулки, походу. Тем более в глэмпинге под Абрамовкой гостеприимные хозяева – еще и опытные туристы, которые запросто для своих гостей организуют увлекательную прогулку или даже поход любой степени сложности. Сам глэмпинг стоит на живописном пруду. Здесь погожую погоду и искупаться можно, и живописную фотосессию устроить. А можно обеспечить себя и культурной программой. Например, недалеко от Абрамовки находится Аксаковка – родовое имение семейства Аксаковых. Здесь жил… Ну, здесь бывал Сергей Тимофеевич Аксаков. Это родовое имение, поэтому село названо, фамилия Аксакова. Ну, а его знают больше всего, наверное, по «Аленькому цветочку», да? Конечно, естественно. Ну, еще детский год «Багрова внука» – известное произведение. Ну, по легенде Сергей Тимофеевич Аксаков здесь любил очень бабочек ловить. А по другой легенде, именно здесь, в этом Аксаковском имении, расцветал цветочек Каренькой. Сказку про него будущий писатель много раз слышал от ключницы Пелагеи и после передал ее нам, записав и напечатав. Само родовое имение Сергей Тимофеевич тоже не раз упоминал в своих произведениях. То под именем Старого или Симбирского Аксакова, то как село Троицкое. К сожалению, сегодня от бывшего дворянского гнезда уже почти ничего не осталось, но память о писателе здесь чтят. С 1988 года на территории бывшего родового имения празднуется праздник Аксаковской осень. Ежегодно, третью неделю сентября, в прекрасную солнечную погоду, здесь собираются жители села Аксакова, майнцы приезжают, учащиеся школ, детских садов и проходит большой праздник в честь аленького цветочка и семьи Аксаковых. На праздник в Аксаково съезжаются люди и из соседних районов, и из Ульяновска. Обязательная часть программы – литературные площадки с участием поэтов и писателей Ульяновской области. Из Корсуна приезжают творческие коллективы. Майнские школы готовят свои программы. Есть у праздника и своя особая вкусная традиция. На каждой площадке здесь варят уху, угоститься которой можно совершенно бесплатно. Вот и повод приехать сюда в сентябре. А наше путешествие по Майнскому району продолжается. Путешествовали мы, путешествовали, устали путешествовать. Остановились вот на такой замечательной площадке отдыха под Большим Жеребятниковым. Ее сделали сами жители села для всех желающих. Такие благоустроенные, уютные и аккуратные площадки в Майнском районе не редкость. Отдохнуть на них могут как местные жители, так и уставшие после долгой дороги путники. Денег за отдых с вас никто не возьмет. Бронирование происходит самым простым и непосредственным способом. Главное правило – навести после себя порядок и оставить беседку такой же, какой она вас встретила. От Большого Жеребятникова до Майны рукой подать. Рабочий поселок – столица Третьего по величине района Ульяновской области. По доброй традиции знакомство с ней мы начали с местного краеведческого музея. Здесь сразу шесть залов. В них вся история и слава района от старины глубокой до наших дней. Рабочий поселок Майна является районным центром Майнинского района, который был образован 3 августа 1930 года. Рабочий поселок Майна на самом деле достаточно молодой поселок, потому что он образовался в 1898 году как пристанционный поселок на вновь сооруженные ветки Симбирск-Инза, Московско-Казанской железной дороги. Так получилось, что столица района оказалась едва ли не самым молодым его населенным пунктом. Основные славные страницы истории этих земель связаны не с ней. Есть тут села из куда более богатым прошлым. И тоже одно из старинных поселений это, например, село Тагай, которое даже когда-то было городом и имел свой герб. Этот город, который был пожалован Екатериной Второй в 1780 году. И можете заметить, у нас на гербе Майнинского района есть сельдь, которая как раз была взята из этого старинного герба 1780 года, пожалованного Екатерины Второй. Именно из Тагая началась когда-то история Симбирско-Корсунской засечной черты, а значит и всего нашего региона. А потом эти земли полюбились российским дворянам. Свои имения здесь были у известнейших семей. Например, Карамзиных. Многие села современного Майнинского района когда-то славились в Поволжье своими ярмарками. Да и справедливости ради, Майнин-это изначально назывался совсем другой населенный пункт. Аненково-Лесное. Село со старейшей историей, ведущее свое начало еще со времен Ивана Грозного. Под надзор верных ему монахов Иван Грозный посылает сюда Анику для набора людей из проживавших в округе башкир, мертвы, русских, чтобы научить их военному делу. Аника, некогда бывший знатным башкирским военачальником и после ставший доверенным лицом Ивана Грозного, основал в этих местах деревню Майна по названию протекавшей здесь реки. Уже после его обрусевшим и принявшим христианство потомкам было даровано дворянство и местные земли. Фамилию и знатный род получил по имени своего основателя Аники. Аненковы-дворяне внесли свое имя историю нашего симбирского края. Они строили школы, разбивали парки, строили церкви, строили конные заводы, заводили лошадей, в том числе для нужд царской армии. Это были славные времена для деревни. В Аненково было множество ремесленных мануфактур. Здесь проходили большие ярмарки. Военный заказ не исчезал со времен Аники. Теперь только здесь вели текелаж для царского флота. В центре деревни выселся трехпрестольный храм. Рядом стояла огромная барская усадьба. Перед ней был разбит шикарный сад. Там находился пруд. В центре пруда был островок. На этом островке росла огромная ветла. Стояла белая беседка. Плавали лебеди, плавали лодочки. Туда барин наш ездил на лодочке чай пить. Незадолго до революции последний барин покинул Аненково, оставив усадьбу на внебрачную дочь и ее мужа. Те погибли от рук взбунтовавшихся христиан. Кстати, именно в революционном Аненково Гай собирал свою железную дивизию, чтобы двинуться на занятый белочехом и Симбирск. От тех времен сегодня мало что осталось. Сельский храм взорвали в 60-е. Усадьба продержалась дольше. Бесхозное здание, за которым никто не присматривает, обречено на гибель. Оно было сожжено. И вот в ноябре 2004 года это здание сгорело. Чему мы сейчас буквально, ну что сделаешь? Останься усадьба цела. Она могла бы стать настоящей туристической жемчужиной этого села. Но сегодня в заросшие руины опасно заходить. Так и высятся они над селом памятником славного прошлого. Покидая Аненково, наша команда не могла пропустить еще одно необычное место. Все мы с вами не раз проезжали по этому мосту в вагонах, даже не догадываясь, какая красота скрывается под полотном железной дороги. Удивительно, но про это место мало кто знает. На самом деле оно могло бы стать идеальной локацией для романтических фотосессий. Вообще все это похоже на декорации какому-то голливудскому блокбастеру. А вот это место в Майнском районе ульяновским туристам знакомо куда лучше. Самое большое, самое загадочное и самое своенравное озеро Ульяновской области – Белолебяжье или просто Белое озеро. Местные жители его называют морем. Зеркало воды здесь 217 гектар, а вот глубина тут небольшая – до 5 метров. Хотя тут с озером все непросто. Меняет свои уровень воды в зависимости от времен года. Может подниматься весной, может опускаться летом, но последние годы наблюдается такая динамика в том, что озеро все ниже и ниже по уровню. Может в том виновата вырубка лесов на берегах Белолебяжьего, может участившиеся пожары, а может это само озеро показывает свой нрав. Такое уже было около ста лет назад. В начале 30-х годов 20-го века озеро начало заметно мельчать. С каждым годом воды становилось все меньше и меньше, и наконец в 39-м она исчезла совсем. Жители села Белое озеро, что подковой подковало Белолебяжье с северо-запада, остались без воды. Даже колодцы их пересохли. Впрочем, это не заставило их покинуть обжитые земли. Более того, они начали переносить свои огороды на бывшее дно Белолебяжьего, где почва была особенно плодородной. Те, кто посмелее, стали застраивать там жилые дома. Вот только в 1941 году вода не просто вернулась, а стала подниматься буквально на глазах. За пару лет озеро вернулось в прежние берега, смыв все огороды и постройки. Сторожилы вспомнили, что такое уже бывало в 1913-м. Удивительно еще и вот что. Когда озеро пересохло, рыбу из него всю выловили. А в берега своя она вернулась снова с рыбой, хотя специально никто ее там не разводил. Водоем раньше был богат очень рыбой. Это и караси, и толстолобики, и щука, и окунь. Но сейчас рыбные запасы, конечно, оскудели, и рыба обмельчала. Но местные жители себе доставляют такое удовольствие посидеть на берегу с удочкой. Отдыхать на берегу Белолебяжьего любят не только местные, но и жители со всей Ульяновской области. Правда, сейчас территорию озера частично выкупили для застройки. И тем не менее, пляж здесь облагородили, поставили беседки. Нашу команду пропустили сюда беспрепятственно. Последний вопрос – откуда у озера такое красивое название? Белолебяжье, потому что здесь практически всю жизнь селились белые лебеди и в большом количестве. Конечно, сейчас их стало меньше, но каждый год лебеди, птицы-то верные, они не покидают своих родных мест, поэтому возвращаются. Вернуться сюда еще не раз захотелось и нам. Настолько майские земли красивые, богатые и радужные. С их уютными беседками на дорогах, историями, уходящими корнями в далекое прошлое, видами, от которых захватывает дух. Местные жители сетовали, что они так многого нам не показали и не рассказали. Но, если честно, нас это только порадовало. Ведь будет повод вернуться в эти края снова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова